мою палеонтологическую коллекцию полнил еще один экземпляр это новенький аммонит аммонит уже кальцинированный то есть прямо в нем растут кристаллы на стендах коллекции на сегодняшний день насчитывается более 870 окаменелостей в основном это экземпляры которые я нахожу в путешествиях по горному крыму некоторые из них из определенных целенаправленных палеонтологических экспедиций а также непосредственно с раскопок которые я проводился всего несколько фасилий в коллекции являются подарочными и вот сегодняшний аммонит также является подарком знакомой которая больше увлекается геологией минералами горными породами не зная мое увлечение именно палеонтологии именно окаменелостями вот она мне такой аммонит приобрела в севастополе аммониты аммоноидея вымерший под класс головоногих моллюсков существовавших с дивона помил свое название аммониты и получили в честь древнеегипетского божества омона со спиральными рогами вымерли они в ходе мел полиогенового умирания параллельно с динозаврами большинство аммонитов относится к экологической группе свободно плавающих в толще воды организмов различна была скульптура раковин различают гладкие и разнообразные скульптурированные раковины с различными типом ветвления ребер местоположением бугорков и так далее размеры аммонитов варьируют от одного двух сантиметров до двух метров в диаметре это хищники населяющие первобытные моря и океаны и причем живущие только при определенной солености еще в начале нашей эры философы называли окаменелости этих организмов аммонис карнула то есть рога аммона в честь древнеегипетского солнечного божества аммона изображавшегося закрученными рогами овна который напоминает раковина аммонита вот наконец-то то что я искал целый день что искал последний год два три это пусть и не целый фрагмент но тем не менее это аммонит это аммонит научное латинское название аммонитос было дано в 1789 году французским зоологом жаном брюге в наши дни насчитывается уже около трех тысяч видов аммонитов и постоянно появляется описание новых видов раковина аммонита для многих народов мира считается символом семейного счастья достатка и благополучия а в более широком понимании бесконечности аммонит дает предвидение и ощущение связи времен не имеет ограничений по знаком зодиака это окаменелость займет свое почетное место среди других окаменело всей коллекции тот чем отличается этот монет от других видно сразу он внутри кальцинированный и мне кажется его красота не придуманная вот такая естественная природная красота даже просто интересно людям далеким от понимания красоты камня и абсолютно не увлекающимися этими вещами это реально стоит внимание это надо видеть кость вот природа сотворила такую идеальную форму и так украсила за эти миллионы лет и его внутри кристаллами кальцита что это действительно произведение искусства скульптора по имени природа не обязательно быть ценителем красоты чтобы увидеть в этом камне неповторимость